Баку 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 Вот я отметил, что Шатов дебютировал в сборной при Капелло, и он не просто дебютировал в матче с Исландией, он забил в первом же матче за национальную сборную России. То есть Капелло привлекает новичков, и они просто из кожи вон лезут, чтобы оправдать доверие Капелло. И Смолов, такая же с ним история, и Шатов, и Файзулин. Ну что, смогут разогнать хозяева эту атаку? Нет, опять наших теснят, назад вынуждены играть. И опять очень сейчас хорошо действовал Киржаков, который так поджимал защитников, и возвращаясь к мячу, который забил Роман Широков после отменной передачи Самедова, отмечу Киржакова, который своими действиями отвлек на себя защитников, и что, собственно, и позволило Широкову забить этот мяч на 15-й минуте первого тайма. Киржаков очень полезен сегодня, пусть пока он и не забивает. Кстати, Киржаков, между тем, лучший бомбардир сборной в отборочном турнире в этом. Пять мячей на счету Александра Киржакова. Пять у Киржакова, четыре у Кокорина, три у Файзулина, и три стало у Романа Широкова. Нарушение правил. Поднимается игрок хозяев. Это Рауф Алиев. Шукюров у мяча. Все наши футболисты в штрафной площади. Шукюров у мяча и Абдулаев, если не ошибаюсь. Оживились опять болельщики. Так, Шукюров. Неудачный, неудачный навес. Ну, вообще, игра на втором этаже, это не самая сильная сторона хозяев. Да, есть мощный форвард Дадашев, но в основном футболисты сборной Азербайджана не очень высоки ростом. Хотя это не самое главное при игре головой. Но стараются все-таки играть низом за счет короткого паса, за счет забеганий. Однако сегодня у хозяев, ну, разве что за исключением стартового отрезка, может быть, 10-12 минут, вот эта игра их не получается. Это 15-й номер Абышев. Еще раз скажу, представляет он Казанский Рубин. Единственный представитель премьер-лиги в составе сборной Азербайджана Абышев. Широков. Очень легко Роман этот мяч контролировал. И только ценой нарушения правил, вышедший на замену Гараев, попытался его остановить. Вот давайте последим за Шатовым. Глушаков. Широков. Немножко с Киржаковым они друг друга, по-моему, не поняли, но это не так уж страшно. Вот быстро выбит мяч к нашей штрафной Алиев. Юркий, быстрый. Нет, перекрыли наши возможности Алиеву сделать передачу. Ну, угловой. Угловой у наших ворот. Видите, вдвоем Козлов и Березуцкий. От Березуцкого мяч угодил за пределы поля. Да, это один из лучших футболистов сборной. Алиев. Выступающий за клуб Баку. Неудачная подача опять. Козлов мяч выбил, но он по-прежнему у хозяев. Самедов. Да, Самедову провоцируют. Пытаются вывести из себя. Но надо сохранять плотнокровие. Мяч в игре. Нарушение правил против Кокорина. Александру сегодня достается. На нем много фалят. Но вот о том, насколько важен для сборной Кокорин, свидетельствует хотя бы тот факт, что в двух матчах, в которых Кокорин не играл за сборную России, наши проиграли. Португалии и Северной Ирландии. Широков будет выполнять этот штрафной. А вот очень острая передача. Мяч выбит из соответственной площади, но выбит неудачно на Камбарова. Камбаров. Широков. Кокорин, да, да, ну немножко, может быть, поздновато Александр рванулся к этому мячу. Восьми матчах за Динамо и сборную. В сентябре-октябре Кокорин забил 8 мячей. Вот такая результативность. Кокорин восстановился после травмы и прекрасно себя проявляет. Вспомним его, скажем, игру в игре с Люксембургом. Игру в игре, извините за тавтологию, в матче с Люксембургом, где он забил самый быстрый гол в истории нашей сборной. До 19 секунды. В Казани это было. Шатов. Нет, ничего не получится. Хоть и Дадашев бежит, но Игнашевич очень спокойно здесь сыграл. Глушаков. Козлов. Глушаков. Кокорин. И тут же Александр вступает в борьбу. Капелла требует этого от футболистов. Все обороняются, все атакуют. И так аут. Левин. Ой, какая ошибка. Подарок. Ну забивай, Сашенька. Ну что ж такое. Ой, какой момент был у Киржакова. Левин просто подарил ему мяч. Ну ничего страшного. 24 мяча за сборную провел Киржаков. Лучший бомбардир, напомню, Владимир Бесчастных. 26 мячей. Ну мы знаем, что Киржаков обогдал Олега Веретенникова недавно. Но теперь еще есть один стимул. Догнать и обогнать Бесчастных. В двух мячах всего от Владимира Александр. Но сейчас, к сожалению, не вышло. Агаев продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство. Между прочим, уже не в первый раз. Вспомнил один из эпизодов первого тайма, где он рукой отразил очень коварный такой удар. Камбаров поднимает руки. Но мяч на противоположном фланге. И там наши с ним очень хорошо работают. Правда, потеряли. Но тут же Шатов завладел им. Кокорин в передачу. Кокорин в штрафной площади будет простреливать Агаев. Агаев хорош в ближнем бою. На линии ворот он чувствует себя очень уверенно. И является кумиром просто азербайджанских болельщиков. 1-0, напоминаю. Мне кажется, неплохо Шатов вошел в игру. Или вы не согласны? Да. Дальний угол бил. Ну, казалось бы, такой шанс. Ну, может быть, еще будут возможности у Киржакова. Козлов. Самедов возвращает мяч правому защитнику нашей сборной. Березуцкий на Игнашевича. Ну, вот хозяева позволяют нашим игрокам, в общем-то, довольно свободно принимать мяч. А вот мы такого соперникам не позволяем. Игнашевич. Широков. Камбаров подключается. И удар Шатова. Ну, по большому счету, он не представлял уж очень такой серьезной опасности для Агаева. Но, тем не менее, отметим этот момент тоже. Наверняка увидим его на повторе. Дон Фабио. Как всегда, лицо непроницаемо. Опять игра возобновилась. Уже возобновляется сейчас. Вот мы вновь вернулись на поле. Итак, Берти Фокц промелькнул. Наши опять с мячом на половине поля соперника. Широков на фланг. И Козлов, да, он понимает, что можно, можно бежать вперед. Но Самедов продолжает эту атаку. Из центра самой площади мяч выбит. Выбит неудачно. На Шатова. Подбор за нами в очередной раз. Шатов назад. Ну, попробуйте, отнимите мяч, попробуйте. Не получается пока у хозяев. Шатов. Глушаков. Ну, собственно, Шатов занял место Файзулина. Козлов. И опять подбор за нами. Камбаров. Камбаров. Идет, идет. И пас к линии штрафной. Но это атака. Особым успехом не завершилось. Берти Фокс. С ним будет продлен контракт. Это уже объявлено. Будем надеяться, что и с Доном Фабио будет продлен. Но Фабио Капелло, как истинный джентльмен, говорит, что пока об этом я говорить не буду. Пока мы не решим задачу попадания на чемпионат мира. Игнашевич. Кержаков. Ну, уже почти 15 минут сыграно во втором тайме. И характер встречи не меняется. Если вспоминать первый тайм. Шукеров из-за боковой. Он далеко бросает. Ну вот, хозяева в позиционной атаке. Наши. Все на своей плане поля с заключением Кержакова. Не будет передачи. Какой молодец Козлов. Ну, я уж молодец. Не говорила и о Глушакове, и о Широкове. Обо всех, по-моему, уже. Да, это находка, конечно, для сборной. Козлов. Пятый матч за сборную проводит. Он, кстати, не так уж молод. 26 лет защитнику Кубани. Шукеров подает угловой. И вот сейчас нам не показывают. Вратарь Огайев в центре поля. Удар. Не будет удара. Накрывает. Накрывает наш этот удар. Аут. Шукюров. Медведев. Шукюров. Не проходит навес. По-моему, мяч ушел. Ушел полностью. Покинул пределы поля. Да. Похоже, что действительно так. Дмитрий Камбаров. Это повтор углового. Вот еще бы чуть назад бы камера. И мы бы увидели вратаря Огаева. Ну а Дмитрий Камбаров, который чуть раньше был крупным планом, это тот футболист, один из тех, кто провел все матчи в отборочном цикле за нашу сборную. Напоминаю, таких у нас шестеро. Кенфеев, Камбаров, Широков, Файзулин, Быстров и Кержаков. Широков. Шатов. Ну, Файзулин ушел, Шатов вышел. Так что три зенитовца по-прежнему на поле, как и три армейца. Два спартаковца, по одному представителю локомотива, Кубани и Динамо. Без труда ликвидирована опасность, которая могла возникнуть после этой передачи. Камбаров хорошо сыграл. Абдулаев. Шукюров. И все. Удар от ворот. Ну, наверняка наши разбирали игру сборной Азербайджана и отмечали, в частности, что очень активен правый защитник Шукюров. Постоянно подключается к атакам. Хорошая скорость. Сегодня этого ему сделать наши не дают. Он словно в стену упирается. Садыгов. Глушаков. Хокорин. Шатов. Алиев. Алиев. Алиев пытался там показать, что не по правилам его атаковали. Нет, все было по правилам. Медведев назад. Садыгов. Капитан команды. Медведев. Ну что, что это за пас? Кокорин. Вдоль. Ой, какая комбинация. Киржаков пропускал остроумно очень мяч. На Романа Широкова. Да, ну много вот таких, как иногда говорят, обрезов. Помните, Левин, как ошибся, центральный защитник, когда Александр Киржаков выходил к воротам Агаева и имел прекрасный шанс. Но вот сейчас Медведев ошибся. Садыгов. Интересно, что Садыгов какое-то время уходил из футбола в баскетбол и играл на позиции разыгрывающего. Потом опять вернулся в футбол. Ну, в своем роде уникальный случай. Так, Абдулаев. Шукюров. Вот он подключается, наконец. Передача в центр штрафной мяч. Выбит. Выбит. И выбит не абы куда, а выбит точно на своего Нашатова. А здесь уже Киржаков разгоняется и параллельным курсом Самедов добирает скорость. Получает мяч Самедов. Непожадничный Киржаков молодец Самедов. И бьет. Бьет Роман Широков рядом со штангой. Вот такие атаки сходу. Это одна из фирменных черт нынешней сборной России. Игнашевич, Шатов. Гараев. Гараев так, знаете, сейчас обречен руками всплеснул. Мол, ну некому передачу сделать. Все закрыты. Отпасывал на фланг. Так, не готовится ли замен? Я смотрю. Вроде бы пока нет. Еще раз эпизод с ударом Романа Широкова. Алиев. Алиев. Неплохая техника. Но кто против него? Против него Василий Березуцкий. Опять Алиев. Ну да, пожалуй, что он доставляет наибольшие... Нет, я не могу сказать наибольшие неприятности нашей обороне. Но то, что в линии атаки сборной Азербайджана он самый активный, это безусловно. Настырный, напористый, такой цепкий футболист. Сегодня, я напомню, завершается отборочный цикл основной в Европе. И пока я просто без всяких намеков, без всяких каких-то параллелей просто напомню, что на данный момент от Европы квалифицировались пять сборных. Голландия, Италия, Бельгия, Швейцария, Германия. Пять сборных. Всего у Европы на чемпионате мира будет 13 мест. Девять победителей групп выходят напрямую. И восемь лучших вторых команд будут выявлять победителей в стыковых матчах. Соответственно, четыре победителя добавятся к этим девяти. Ну а кроме вот этих пяти европейских сборных, обеспечили себе право сыграть на мундиале Япония, Австралия, Аргентина, Иран, Коста-Рика, Соединенные Штаты Америки, Корея, Колумбия и, естественно, бразильцы. Но они обеспечили себе это право, когда получили сам чемпионат мира. 14 сборных. 14 из 32. Середина второго тайма. 1-0 по-прежнему сборной России впереди. Киржаков прессингует защитника Садыгова, который делает передачу вперед и ошибается. Игнашевич, Шатов, Глушаков, Кокорин. Кокорин ушел в центр. Освободил коридор для Дмитрия Камбарова, который, кстати, совершенно один там. Березуцкий играет с Широковым. А Камбаров готов был броситься по флангу вперед. Шатов. Оффсайд. Оффсайд. Едва ли не впервые в этом матче наши попадают в положение вне и груда. Агаев. Колоритный вратарь, согласитесь. С хорошей реакцией. Сегодня он минимум раза три продемонстрировал ее. Но, тем не менее, пропустил от Широкова. Там уж ничего, наверное, Огаев сделать не мог. Левин. Медведев. Будет перехват? Нет. Широков. И Кокорин как рванулся. Вы даже не представляете себе, с какой скоростью, но пас следует на Киржакова. Кокорин рванулся, отвлек на себя защитников. То, что сделал Киржаков, когда Широков забивал. Так. Немножко ошибся роман с передачей. Наши уже успели в девятером назад отойти. Так что... Ну, я не назвал бы этот момент опасным. Козлов. Игнашевич. Сергей Игнашевич, ветеран сборной. Казалось бы, играет в ней вечно, но дебютировал после чемпионата мира 2002 года. Широков. Кокорин. И рывок Камбарова. Да! Поддерживает его Кокорин. Камбаров. Какие варианты? Ну, Дима. Ничего, ничего. Все бывает. Я так понимаю, целил в дальний верхний угол Дмитрий. Наверное, все-таки был удар. Березовский. Да, ну, а завершая разговор об Игнашевиче, у него, вообще говоря, 90 матчей уже за сборную. Как борется Шатов. Какой молодец. Сам, сам может идти. Киржак... Ах, не проходит эта передача на Киржакова. Ну, бывает все. Александр сейчас очень досадует. Но если бы все получалось всегда, наверное, это был бы уже не футбол. У Александра был шанс, вы помните, очень хороший в начале второго тайма, но не забил. Кстати, именно Киржаков, единственный футболист в нынешней сборной России, который имеет опыт выступления на чемпионате мира. Самедов на газоне. Да, вдвоем его тут атаковали, но приходит на помощь Глушаков. Опять Самедову достается. Главное, еще раз повторю, для Александра не поддаваться на провокацию. Абышев. Алиев. Нарушал правила. Нарушал правила Глушаков. И желтую карточку сейчас Денис получит. Ну, вы знаете, наверное, можно сказать, что по совокупности нарушений, потому что и в первом тайме было несколько случаев, когда Глушаков довольно грубо играл. Кстати, наша команда очень корректно, скажем так, проводит этот отборочный цикл. В девяти предыдущих матчах всего девять предупреждений. Ну, и пропускали по одной игре Игнашевич и Василий Березуцкий. Теперь вторая карточка и у Глушакова в этом цикле. А сейчас, а сейчас красная, да! Потому что надо все-таки вести себя по-человечески на поле, а не вот так. Извините меня за эмоциональный такой всплеск. Ну, Мажич очень, мне кажется, уверенно сегодняшнюю встречу проводит. И Медведев удаляется. Да. Ну, что это с досады или как? На эмоциях. Прямой ногой, да, ну все очевидно. Прямой ногой шел Медведев. Какие тут могут быть другие варианты? Ну, Киржаков прихрамывает. Он поднялся. Наверное, сейчас ему окажут помощь. То есть, не наверное, понятно, что ему окажут помощь. Может быть, он все-таки вернется на поле. Но случай, конечно, выпиющий. Не получается. Игра у хозяев в атаке. И не только в атаке. И вот Медведев всю злость выместил на Киржакове. Прямой ногой пошел в ногу нашему нападающему. Удаление, да. Соперник в меньшинстве. Идет 75-я минута. 1-0 сборной России выигрывает. И я совершенно не вправе ничего советовать. Но мне кажется, сейчас нужно просто спокойно доиграть эту встречу. Учитывая ситуацию на поле, учитывая счет. Спокойно доиграть. Козлов. Ничего не придумывать. Никаких авантюр. Просто спокойно доиграть. На классе уверенно, четко. Камбаров. Глушаков. Киржаков вернулся, кстати. Вернулся на поле. Широков. Да, ну а Глушаков получил вторую карточку в этом цикле. Но это уже сейчас не важно, потому что эти карточки все сгорают. Опять же, я не предвосхищаю события. Просто констатирую факт. Березуцкий. Березуцкий. Шатов. Да, вот так, спокойно контролировать мяч. Максимально надежно. Березуцкий. Березуцкий. Глушаков. Вы скажете, это не очень эстетично? Это не важно сейчас. Это не важно. Где мощные атаки, где кружевные комбинации? Не надо сейчас. Не надо авантюр. Спокойно. Березуцкий. Глушаков. Широков. Глушаков. Шатов. Самедов. Глушаков. Сколько передач нашей сделали подряд, вы не считали? Садыгов. Прессингует его Киржаков. Ну так. Скорее обозначает прессинг. Березуцкий. Широков. Кокорин. Широков. Киржаков. Кокорин там забежал в офсайт. Выбежал. Ну, может быть, замены будут еще в составе сборной России. Напоминаю, право на две замены есть. Ну вот, под град предметов посторонних попадает Самедов. Его все-таки активно и футболисты сборной Азербайджана, и болельщики пытаются вывести себя. И сейчас футболисты подходят к трибуну и говорят, прекратите. Показывают, хватит, хватит кидать, хватит. Это правильно. Футболисты сейчас очень благородно себя ведут. И Самедов, он как раз-то и подает угловой. Поэтому вот сейчас трибуны дождались момента и пытались закидать чем-то Самедова. Так, замена. Замена в составе сборной Азербайджана. Так, у нас непредвиденная пауза. А, значит, прежде чем я скажу о замене, так, 21 номер уходит. Это Абдулаев, появляется Гегдемир. А, нет, прошу прощения, появляется Амир Гулиев. Амир Гулиев. Итак, ушел Абдулаев, вышел Амир Гулиев, форный полузащитник. Я так понимаю, что вот Машить подбежал к резервному судье и сказал о том, что в протокол обязательно впишет вот этот эпизод с закидыванием нашего футболиста посторонними предметами. Итак, вторая замена в составе сборной Азербайджана. И опять на поле вышел опорный полузащитник. Сначала Гараев, теперь Амир Гулиев. Самедов. Ну, кто-то может сказать, может быть, Самедова заменить, а вот, может быть, и не надо как раз. Капелла, может быть, как раз твердость такую продемонстрирует, что он не будет убирать футболиста, которому сегодня особенно трибуны негативно относятся. Мы не прогибаемся. Мы играем в свою игру. Играем профессионально, грамотно. И ничто нас из колеи выбить не может. Ни на футбольном поле, ни за его пределами. Десять минут до конца второго тайма. Козлов. Козлов вновь. Да, безусловно, наши немножко так засушили игру после удаления Медведева. Но все это делается, сами знаете, ради чего. А моменты, может быть, еще и будут. Учитывая то, что в обороне сборная Азербайджана играет небезупречно. И у нас готовится замена. Павел Мамаев, полузащитник Краснодара. Да, вместо Самедова. И посмотрите, как, вот это очень трогательно, как наши остальные футболисты поддерживают выходящего с поля Самедова. Который не поддался на провокацию. Который сохранил лицо. И который доказал, что прекрасный футболист. Павел Мамаев. Павел Мамаев вместо Самедова. Ну, Мамаев после довольно долгого перерыва вернулся в сборную. Он ведь дебютировал в 2010-м еще году. Потом был матч один в 2011-м. И вот спустя два года он вновь на поле. Не в каком-то там расширенном списке. А именно на поле в составе сборной России. Павел Мамаев. Камбаров. 83-я минута. Третья замена у хозяев. И появляется футболист, о котором нельзя не сказать. Вагиф Джавадов. Вагиф Джавадов, который забивал сборной России 4 года назад. Когда сыграли 1-1 на стадионе Тофика Бахрамова. Один из лидеров сборной. Но в последнее время он не часто появляется в составе. А совсем еще недавно был травмирован. У него травма плеча была. И вот Вагиф Джавадов на поле. Лучший бомбардир среди всех нынешних игроков сборной Азербайджана. 8 мячей забил. 50-й юбилейный матч за сборную проводит Джавадов. Опытный нападающий. Из клуба Интер-Баку. Итак, напоминаю, что у Джавадова 7-й номер. Я, каюсь, не обратил внимания, вместо кого он вышел. Так увлекся рассказом про Джавадова. Но я думаю, что вы меня не будете за это сильно ругать. Вот пас на Джавадова. Тут же возникает рядом Василий Березуцкий. И ситуацию выправляет. Садыгов. Козлов. Очень цепкий, конечно, защитник. Пойди попробуй у него отбери мяч. Вы знаете, сейчас какие у нас перестановки по расстановке. Шатов ушел на фланг. Он занял место Самедова, потому что все-таки Олег Шатов, не будем забывать, это фланговый игрок в большей степени. А место Шатова, а еще, соответственно, раньше место Файзулина, занял Павел Мамаев. Ну, в ЦСКА он в последнее время выходил нечасто на поле. И сейчас вот он в Краснодаре, там он основной игрок. Постоянно в составе. Краснодар неплохо выступает в чемпионате. Совсем даже неплохо. Широков. Глушаков-Широков. Мы играем по счету, играем абсолютно правильно. Игнашевич. Меньше пяти минут. Ну, конечно, Машич добавит с учетом вот той остановки игры. Вы помните. Козлов. Шатов. Мамаев. Широков. Козлов. Нет, ну, Шатов с мячом сейчас. Козлов. Шатов. Как хорошо Шатов работает с мячом. Вообще, очень удачно, надо сказать, Шатов вписался в зенит. Я думаю, что подавляющее большинство со мной согласятся болельщиков. Камран Агаев. Вратарь опять выходит из штрафной. Козловно, он хочет стать тем самым одиннадцатым игроком, которого хозяевам не хватает. Но сейчас приходится Агаеву занять место в воротах все-таки, потому что россияне проводят атаку с участием Мамаева и Ки Джокова. Ошибается Мамаев с передачи, не получает Александр мяч. И быстро наши бегут обратно. Пас в направлении Джавадова, но очень неточный, согласитесь. Двадцать четыре футболиста до этого матча использовал в отборочном цикле «Капелла». Соответственно, Мамаев стал двадцать пятым. Как я уже отмечал, шесть человек провели все матчи. Трое пропустили по одной игре. Это Василий Березуцкий, Денисов и Игнашевич. И трое пропустили по две. То есть, в общем, костяк определен. Но, возможно, конечно, возможно, появление новых людей. Вот момент! И Агаев в третий или в четвертый раз выручает он свою команду. Да, на линии ворот действительно очень хорош этот высокий, 190-сантиметровый галкипер сборной Азербайджана. Молодец. Мамаев наносил удар. Я говорю, будут у нас еще шансы. Даже при такой вот игре в последние минут 15. Спокойный, размеренный. Вот сейчас был шанс. Так, а вот сейчас внимательно. Джавадов. Не получился удар у опытного нападающего, вышедшего на замену. Козлов. Полторы минуты. Полторы минуты играть. Полторы минуты играть. Я думаю, что минуты четыре может Мажич добавить. Так что еще надо немножко потерпеть. Нарушение правил в центре поля. По мнению арбитра. И вот теперь, наконец, начинают себя проявлять наши болельщики. Наверное, вы слышите. Шукеров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Джавадов! Опять Джавадов! Как и четыре года назад! Ну стоило потерпеть Ну несколько минут буквально Я намеренно сейчас не говорю о том Что ничья нас тоже устраивает Я намеренно об этом не говорю Потому что мы вышли Чтобы завоевать три очка В окружении нескольких наших футболистов Находился этот форвард И смог Смог поразить ворота Акинфеева Так сколько добавляет Мажич Это сейчас Три минуты добавляет Мажич Три минуты добавляет Мажич Ну ребята Да теперь можно сказать Что ничья нас тоже устраивает Теперь об этом сказать тоже можно Давайте доиграем еще две минуты Спокойно Спокойно Напоминаю у нас 21 очко У Португалии 18 Три очка разницы Португалия играет с Люксембургом В это же самое время Но нам-то важно Чтоб здесь все было хорошо И будет 22 очка И Португалия Может хоть 40 мячей Люксембургу забить Или 140 Это уже совершенно ни на что не повлияет Свистят болельщики Ну конечно Конечно Им не нравится Не нравится то Что вот сейчас Так долго Игнашевич с Камбаровым Разыгрывают мяч Практически без Какого-либо продвижения Вперед И опять Камбарова Пас в направлении Кокорина Минута осталась Минута Вот так Вот так Порой случается На таких нервах Все завершается Да Да Мы объективно сильнее Выше классом Да Но вот видите Как бывает Беспрепятственно пробил Беспрепятственно Агаев Убрали секундомер Чтоб сохранить интригу Сколько там секунд еще осталось Все Все Мы едем на чемпионат мира Спустя 12 лет Мы пропустили Два мундиаля В Германии В Германии В ЮАР Играли в 2002 году В Японии И Корее И вот спустя 12 лет Мы едем на чемпионат мира Занимаем первое место В отборочной группе Как и 4 года назад Мы в последнем матче Играем в ничью Со сборной Азербайджана Но эта ничья Равносильно для нас победе Итак Сборная России Набирает 22 очка И с первого места Выходит на чемпионат мира Становится 6-й европейской сборной Которая обеспечила себе путевку в Бразилию А мы смотрим еще раз повтор Мячей забитых Мяч забитый с передачи Самедова Романом Широковым И мяч забитый после навеса Шупюрова Вышедшим на замену Джавадовым Ну я думаю что сборная Азербайджана может быть довольна Сыграли азербайджанцы достойно по результату И к тому же надо учитывать что сегодня Сегодня праздник для всех тех кто исповедует мусульманство Итак 1-1 Поздравляю вас Под руководством Дона Фабио мы вышли в финал чемпионата мира В финальный турнир Прямая трансляция на первом канале подошла к концу Для вас работал Андрей Голованов Всего доброго и удачи сборной в Бразилии До свидания